Заказ в Заре за две недели не собрался, никуда не приехал. На почте здесь пока лучший сервис, который я встречала. Блин, вот это на заметку, если вы создаете онлайн-бренд. Уже месяц прошел, ответа из посольства нет. Коллаборация H&M и Рабаны. Ну что ж, не прошло и года. Меньше продаются ежики. Никогда такого не видела. И вообще, друзья, офигительно быть блогером. Мне так нравится быть блогером. Тарахтит машина, но потом ведь забуду снять. Приехала сегодня. Буду моделью для инстаграма кофейня. Работаю за еду. Мои первые яйца-бенедикт в релизе. Мне кажется, прикольно еще вот в этом районе. Вот там мост и переезд через речку к нашему району. И вот эти все дома, они стоят, получается, на возвышении, на берегу реки. И с них, со всех, там еще много их, наверное, очень классный вид открывается на ту сторону. Плюс, если пойти вот туда налево, то начинается длинная улица, на которой метро-технический университет, метро-медицинский университет, торговый центр. Там вот салоны красоты, в которые я хожу. Почему-то мне все попадаются на той улице. В общем, мне кажется, что это прикольная локация. Ну а получается, вот так и туда, это центр, который старый. Центр, вставили и так далее. Вот мы живем на той стороне реки. А центр, все центры располагаются с той стороны реки, слева, а мы с той стороны. Интересно, что центральная ветка метро сначала путалась, но она идет как бы оттуда. Потом чуть-чуть там обходит кусочек и опять приходит туда, через дорогу. Короче, не знаю, как объяснить, но... Ладно. Проехали. Мы сегодня были на фотосессии с девочками, и мы с Кевином решили, что мы хотим сегодня суши. И я говорю девочкам, где заказать вкусные суши? И одна девочка говорит, ой, тебе надо в Бангкок. И это было очень смешно, потому что я недавно оттуда. Но не то, чтобы недавно. Ну, короче, сейчас будем пробовать суши, которые называются Бангкок. Такая у них креативная, видите, это упаковочка. Вообще говорят, что суши, роллы и так далее здесь прям не очень сложно найти хорошее. Сейчас проверим. Это, кстати, на 4 тысячи между прочим. Я сейчас ходила на почту грузинскую. И она у нас прямо в соседнем доме. Я не знаю, то ли потому, что дом новый, то ли в принципе, но там сидит 4 человека, электронная очередь. Все прям слажено, быстро, красиво, аккуратно. И прикол в том, что мне нужно что-нибудь белое для росписи. Я не хочу ничего там роскошного и так далее. В магазинах, соответственно, в масс-маркете осень-зима нету белого, вообще ничего. Но это логично, что белое не покупают зимой. И я попыталась заказать на сайте Зары. Два раза у меня там заказ отменился. В магазине я пыталась узнать, в чем дело, они мне ничего не сказали. В результате я создала еще одну учетную запись, сделала заказ, а там сразу ты оплачиваешь полностью. И сегодня дата получения 2 недели Зара обещает. Я выбрала забрать в магазине. Я так делала в Таиланде, оно приходило уже несколько дней. Сегодня дата получения, статус заказа не изменился. Статус заказа до сих пор ваш заказ собирается. Буду сейчас писать. Короче, потом я увидела на просторах Инстаграма, у меня супер вызвало много комментариев, Reels-Shorts-TikTok, о том, что здесь нет маркетплейсов и доставки сюда очень плохо работают. Мне стали писать, нет, Амазон работает и так далее. Амазон может и работает, но то, что нам было нужно, мы там не нашли. А Кевин как бы постоянно пользуется Амазоном. Все, что он хотел там заказать, написано, в Грузию не доставляем. Так вот, и такие магазины, как Асос, сюда сейчас, у них написано, временно в Грузию не доставляем. И такое встречается очень часто. В другом магазине я хотела заказать, Нести Гал. Я читала книжку создательницы давно, вспомнила про них, увидела, что там есть прикольные вещи. Ну, такие крупные магазины обычно доставляют почты по всему миру. Там, короче, нужно ввести код, почтовый индекс, 6 цифр, а в Грузии их 4. И все, заказать, соответственно, тоже нельзя. Потом я увидела в Инсте у кого-то на блогерше платье. Мне понравился бренд, очень все прикольно. И вот такая же концепция, что просто доставляют по всему миру. Там можно было выбрать DPD или обычную, непонятно, просто типа обычная доставка. Причем стоит она, по-моему, 10, нет, 15 евро, что ли, стоит доставка. Ну, как бы дорого. В общем, я выбрала обычную, там 10, может быть, евро. И спустя неделю мне пришла посылка уже из Лондона. Она все время отслеживалась, прям по карте можно было смотреть, где она. Заказ в Zara за две недели не собрался, никуда не приехал. А бренд как бы из, там, Лондона или просто из Англии, не знаю. Какая-то блогерша, мне кажется, его создала. Уже все приехало. Как вам? И прикол, что я не знала даже почтой приедет или нет, потому что там непонятно. Нужно было написать индекс и адрес. И сегодня утром мне позвонили с почты по-русски. Причем дяденька разговаривала, сказала, здравствуйте, ваш заказ приехал, можете его забирать. Вот на почте здесь пока лучший сервис, который я встречала лучше, чем в магазинах и в каких-то коммерческих предприятиях. Забавно. Сейчас посмотрим, подойдет платье или нет, потому что покупать одежду онлайн я поняла, что это не мое. Мне очень хочется померить, посмотреть. Ну, с платьем, как бы я знаю, что у меня такой фасон идет, если что, можно будет ушить. Но, в общем, я предпочитаю мерить. С Зарой, не знаю, буду им сейчас писать, отказываться. Причем там заказ на 20 тысяч, по-моему, даже больше. Но про него просто забыли, забили, я не знаю. А, кстати, еще тут есть такая история, что все, что дороже 300 лари, облагается какими-то другими таможенными правилами. И нужно что-то получать ИНН местный как-то, чтобы забрать такой заказ. Ну, там, короче, очень много сложностей, поэтому ничего дорогого, я так понимаю, сюда почтой. А, может быть, не только почта, это ведь таможенная история. Не закажешь. Ну, точнее, закажешь, но будет, блин, качество отстой. Короче, закажешь, но будет морока. Как я надеюсь, что у него платьица мне подойдет, и я больше не буду заморачиваться. Куплю себе туфли, хотела еще пиджак или жакет или что-то наверх белое, так как ноябрь минимум будет. На самом деле, вот уже месяц прошел, ответа из посольства нету, точнее, из Франции, из посольства. Якобы максимум два месяца. Не знаю. Так, ну, во-первых, цвет золотой. А на фото было золотинкой, но белой. Ну, ладно, для меня это, в принципе, не критично. Так выглядит, конечно, красиво. Даже прям волнительно. Вообще, такие бренды часто живут на маркетинге, я замечала. И, по сути, Китай-Китай. Но здесь из-за ткани я вижу, что это не Китай, что это сами шьют они. Я думала, что, может быть, качество будет очень хреновое. Ну, как бы, типа, красиво просто на фото, главное. Но, знаете, нет. Оно очень такое плотненькое. Здесь силиконовая ленточка проставлена. У меня профдеформация, да. Мне сложно носить что-то прям хренового качества. Такой прям подкладочкой. Все очень плотненько. Ну, сейчас, конечно, буду мерить самое интересное. Смотрите, это гениально. Я не могла понять, зачем здесь вот эта хрень. Она запечатана. И написано, что нельзя вернуть. Блин, вот это на заметку, если вы создаете онлайн-бренд. Потому что надеть на мероприятие вот с этой фигней не получится. Это чтобы не надевали раз и не возвращали. Просто гениально. Отсюда не видно, к сожалению, но прям окружен горами торговый центр. И мы так ехали на такси, что я поняла, что мы живем практически в центре. На Тибилиссе намного больше, чем мне казалось. Очень много всего закрыто. Прям, ну, магазинов открыто, конечно, много, но так немножко пустынно. Вот эта часть прикольно выглядит. Но в целом так, местами какая-то строечка, запустенечка. Я скучаю по моллам в Бангкоке. Ну, или по Дубай-моллам. Кивен был и порывался купить рыбку. Но, что меня удивило, что здесь продаются ежики. Никогда такого не видела. Они очень малюсенькие, миленькие. Я и еду от кошачьих корм, похоже. По-моему, только в этом ТЦ есть зарахун. Ну, немаленькая. На дочь в корне, кстати, осенний убор. Не новогодний, хотя много где уже все новогоднее. Нет, вон, чуть-чуть выставляют уже. Я приехала на брови, и смотрите, какая милая улочка. Просто такой дом курортный. Мы прям супер близко от парка Ваки. Ну, соответственно, от всего этого района. Прикольно. Такой прям сочинский вайп. Сейчас издойка одесса умеет. Герёвки. Очень прикольная история, что это как каворкинг для бьюти-мастеров. То есть здесь можно снять место. Сейчас есть свободные, кстати. Не знаю, как они называются, но вдруг кому-то интересно. Просто кабинеты. Не как салон, а именно как каворкинг. Очень прикольно. Вот это моё после. По-моему, очень естественно получилось. Хотя иногда... Так, надо камеру протереть. Иногда, как только сделала, не очень выглядит. Потому что они всё равно должны подсмыться. И очень быстро брови смываются. Я редко делаю в салоне. Но сейчас мне прям понравилось. Эта девочка искала для портфолио. Плюс, конечно же, я сказала, что если мне понравится, я расскажу в блоге. То есть это неоплаченная реклама. Но я понимаю, насколько сложны эти бьюти-мастеры. Поэтому я везде, а я постоянно переезжаю, я везде стараюсь рекомендовать вам. Потому что у меня уже целый список есть. Хочу даже закрепывание здесь сделать, чтобы составить список бьюти-мастеров. У меня есть уже список. И в Москве, на Пхукете, здесь в Билище. Где? Ну, даже в Сочи каких-то мастеров знаю. В общем, всё это закреплю. И вообще, друзья, офигительно быть блогером. Мне так нравится быть блогером. Ну, что ж, не прошло и годы. Меряю сразу в магазине, чтобы вернуть всё, чтобы потом не было вопросов. Вернуть, что не пройдёт. Как люди что-то покупают на сайтах, что-то он не белый. И он вообще не так выглядит на фотке. И самое интересное, что с зацепочками. Как бы. Где они его достали? Ну, сидит он странновато. Вот эта вот хрень. Просто что-то. Так, конечно, прикольно без пиджака. Интересно. Но с пиджаком вообще нет. Что это такое? Ну, давайте в целом неплохо. Оно узко мне в бёдрах. Ну, как пиджак. И его простит то, что оно из-за льна. То есть, как бы, с одной стороны, это хорошо. Ну, то ли хлопок, то ли льон. Но выглядит оно от этого простовато. Но то, кстати, в целом неплохо. Но я не понимаю, почему уже кеда вот эта вот... Какая-то как зубка. Нахрена она нужна? Она типа и не прям по фигуре, и не широко, а куда-то никуда не сюда. Можете, если его отпарить. Нет, а, конечно, с красивыми туфлями это будет хороший образ. Блин, вот это, конечно, не для города, потому что она немножко прозрачная. Но для пляжа... Мне, конечно, не нужно сейчас для пляжа. Но выглядит... Эффектно. Мирмейт кур. Ну, это, кстати, тоже красивый образ с высоким каблуком. Коллаборация H&M и Робан. Ее привезли сегодня. Говорят, это первый раз, когда в Грузию привезли какие-то такие коллаборации. И вот это топовое платье, которое у них во всех рекламных компаниях, похоже, осталось последнее. За один денечек вы раскутили. И стоит оно здесь. Давайте посмотрим, сколько оно стоит. Переведу вам потом в рубли. Все типа новогодняя коллекция. Очень даже достойная. Мне понравилось там одно платье, но уже не было моего размера, конечно же. Почему-то здесь в H&M очень мало обуви. Бороюсь, нижнее белье. В Таиланде, наоборот, нет нижнего белья, но много обуви. Эксик люблю обувь. Классная кепочка. Люблю обувь из H&M, а она на мне нормально сидит, как ни странно. Я сейчас ходила в аптеку, вот что я вам хотела показать. Что здесь, в аптеках, часто бывают распродажи, и я купила аптечную косметику со скидкой 50%. Я пользуюсь только аптечной. Ну, кстати, вот эту нареву я первый раз взяла. Обычно я пользуюсь Лароши-Позе или Дюк Рей. И на Лароши-Позе тоже была скидка 50%. Но там все раскупили. Поэтому попробуем. Это мне обошлось. Два средства в 50 лари. То есть в целом они тут подороже, чем в России. Но из-за того, что постоянно бывают скидки, 30, 20, 50% прям регулярно. Я была в аптеке Аверси. Вообще, это единственная аптека здесь, пожалуй, у которой есть нормальный сайт. И, ну, если какие-то лекарства есть в Грузии, то очень вероятно, что они есть в этой аптеке. И раз уж мы начали бьюти-обзор, я пользуюсь для волос, ну, типа салонным уходом. Пользовалась истелью. Здесь все в два раза дороже, чем у нас. Поэтому я не купила лореаль, который здесь вообще стоит бешеных денег. Взяла попробовать лонду, но я лоханулась, потому что я заказывала в доставке через вольт. И вот эта штука, я думала, что я взяла кондиционер и шампунь, а это не смываемый кондиционер, то есть типа как, который после наносится. Ну, честно, такая немножко ни о чем штука. Не вижу результата. Шампунь классный. Потом пришлось заказать еще и маску. Маска, кстати, хорошая. Но 50 лари, по-моему, 40 лари и 30 лари. Что как бы, не знаю, на озоне в два или в три раза можно купить дешевле. И так на всю в основном косметику здесь. Но, конечно, на озоне может быть не оригинал. Тут тоже, кстати, хз. Так что такие вот дела. Ну, если уж говорим про бьюти, чем я пользовалась до этого. Ну, это кончилось, почти кончилось. Здесь много, потому что она бестолковая. Честно, не вижу особого результата. Это я просила сыворотку. Но, по сути, это просто крем. И он так пощипывает. То есть, я думаю, что у него сильные действующие вещества. Но какого-то там приятного эффекта на коже я не замечаю. И это самый базовый крем. Я много лет пользуюсь либо им, либо аналогом от Ларош Позе. Обычно я одеваюсь, как-то мне казалось, может быть, поярче. Но у меня почему-то здесь в шкафу подобралась такая красивая цветовая гамма. Потому что мне прям захотелось ее заснять. Все такое задержанное. Спасибо. 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 Спасибо.